всем привет у нас сегодня супер развлечения через наш поселок сегодня будет ехать велопробег один из самых популярных велопробегов называется тур де франц и никогда такое не видела мы прошли очень оживленную улицу там столько людей выносят столы выносят стулки ждут а мы сейчас идем на край чтобы быть скажем так одни из первых кто увидит этот велопробег а 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 и и и и и и Продолжение следует... 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 это для стирки три в одном как пробник и вот такой еще браслет который одевать на руку если ты в темноте тебе видно против машин но это не все мы вам показали маленькие подарки сейчас мы покажем что Ярику досталось а Ярославу подарили тоже поймал вот такую футболку посмотрите на память что он был на таком легендарном событии а еще я вам показывала первых велогонщиков одень сверху ее прям размер Ярослава как на Ярика делали покрытишься сзади тоже написано что-то прикольно и я вам показывала были самые первые велогонщики которые ехали но я думаю что кто-то из них будет однозначно победитель и потом в конце там уже была большая братва и вот мы не поняли кто из первых подарил Ярику покажешь бутылку подарил ему бутылку вот такую для напитков короче Ярику достались такие Анютке всякие вкусняшки он сидит на карематах что еще человеку надо обложилась ты любишь туда сидеть Анюта любит тут под окошком сидеть на мяче кататься в общем вот такие прикольные подарки просто за то что ты пришел и посмотрел на этот тур вам понравилось? да класс посмотрите счастливое лицо разложилось в общем хорошо прогулялись несмотря ни на что пришли с Анюткой в магазин здесь продается сыр мороженое и даже когда магазин закрыт уже вечером здесь есть вот и холодильник полный разного мороженого и вы сами вот оплачиваете терминалом берете ложки либо наличными и оплачиваете одно мороженое стоит 3,30 3 франка 30 центов это 1,30 только бытовый лоток да машины конечно здесь ездят здесь перекресток здесь такой столик можно сесть покушать Анютка взяла какое ты взяла? клубничное девочки а я взяла с фисташками сейчас попробуем кстати с фисташками очень вкусное хочешь попробовать? возьми ложечкой своей я люблю фисташки как тебе? классно здесь такой магазин цера но он уже скажем так вечером закрыт вот можно входить поэтому мы тут сидим лопаем мороженое наслаждаемся жизнью на улице жарко ага кто у мамы мороженое берет ой девочки отдыхать всегда хорошо даже вот эти 15 минут ты с мороженым уже классно сейчас Ярик будет красивый мы первый раз пришли в салон швейцарии и будет такой большой посмотрим что получится Ну что, Ярик у нас красавчик. Повернешься боком? Ну, конечно, стрижка в Швейцарии стоит космических денег, но, в принципе, мастер сделала красиво. Тебе нравится? Передали мне мои чашки. Помните, я вам рассказывала, которые изготовили специально для меня, обжигали в печи и рисовали картинку. Сейчас я вам покажу, какая это красота. Анютка мне сейчас распакует их. Давай, Кися. Ну, коробка это от клубники, девочки. Просто запаковали. Аккуратно. Посмотрите, какая красота. Вот такая лаванда нарисована. Это все ручная работа. И вот, допустим, на одной чашке написано Ярослав. Доставай, котенок. Давай бумажки уберем пока. Анна. Это чашка. Видите, немножко отличается. Тут бабочка вот такая. Тут бабочка сидит на ветке, а тут так. Написано Анна. Человек, кстати, не знает русского языка, но имена наши писала она русскими буквами. Александр. Александр. Это моему мужу. Вот такая с лавандой. Без бабочки. Почему без бабочки? Вот у папы тоже есть бабочка, да. Да. И давай еще. Вот такие чашечки. Красивые. И вот. И вот это моя. Видите? Да. Написано Лосюня. Ну, не Лосюня, а Олеся. В общем, вот такие четыре красивые чашки. Мне кажется, что они настолько восхитительные. Девочки, это все ручная работа. Это человек все делал руками, рисовал, делал, запекал в печи, чтобы они с сестрой увлекаются, изготавливают керамику. У нее дома, скажи, они такие сахарницы красивые. Ну, то есть они сами все делают. И изготовила вот такие чашки. Нарисовали вот такие, вот такую красивую лаванду. И у нас, получается, с обратной стороны вот такие имена. Вот Ярослав, Анна, Александр и Олеся. И Лосюня. И Лосюня, да. Мы их запакуем, обязательно повезем в Украину. У нас обязательно будет новый дом, да. И все будет хорошо, и будем пить чай. Это будет такое воспоминание для меня об этом человеке, который сделал для меня такой подарок.